Здравствуйте! Сегодня на лекции аудирования мы будем выбирать правильный ответ так, чтобы закончить диалог. Также мы будем выбирать из четырех рисунков тот рисунок, который подходит по смыслу к заданию. На лекции чтения мы будем отвечать на вопросы к тексту, дополнять предложения словосочетаниями и также отвечать на вопрос, о чем говорится в тексте. В этом задании нам нужно закончить диалог. Давайте переведем на русский язык. До свидания, но в том смысле, что хорошо вам оставаться. Если человек вам говорит хорошо вам оставаться или до свидания, что бы вы ответили? Давайте посмотрим на четыре варианта предложенных ответов. Номер один. Входите, пожалуйста. Номер два. Добро пожаловать. Номер три. До свидания, хорошо оставаться. И номер четыре. До свидания в том смысле, как хорошего пути. Итак, нам сказали до свидания, но в том смысле, что хорошо оставаться. Это означает, что человек уходит и вам желает как бы хорошо оставаться. До свидания говорит. На это нужно ответить, 안녕히 가세요. То есть, вы должны пожелать собеседнику хорошего пути. 정답. Правильный ответ номер четыре. 안녕히 가세요. 5번. 휴가, 잘 다녀오세요. Давайте переведем на русский язык. 휴가, 잘 다녀오세요. Хорошего вам отпуска. Если вам пожелали хорошего отпуска, что бы вы ответили? Давайте для этого посмотрим на четыре варианта предложенных ответов. Номер один. Кумапсы мне да. Спасибо. Номер два. Квинчансы мне да. Ничего. Номер три. Чука мне да. Поздравляю. И номер четыре. Кроссы мне да. Да, это так. Если вам пожелали хорошего отпуска, наверное, вы ответите спасибо. 정답. Правильный ответ номер один. 고мапсы мне да. 6번. 수미 씨에게 말씀 좀 전해주세요. Давайте переведем на русский язык. Суми 씨에게 말씀 좀 전해주세요. Передайте, пожалуйста, эти слова суми. Итак, четыре варианта ответов. Номер один. 네, 부탁합니다. Да, прошу вас. Номер два. 네, 알겠습니다. Да, хорошо. В том смысле, что да, я поняла хорошо. Номер три. 네, 전화 받으십시오. Да, возьмите трубку, пожалуйста. Номер четыре. 네, 다시 коль겠습니다. Да, еще раз перезвоню. Итак, нам говорят, передайте, пожалуйста, эти слова суми. Что бы мы ответили? Мы бы ответили, наверное, что да, я передам. Или да, хорошо. 정답. Правильный ответ номер два. 네, 알겠습니다. 15번. 일어나서 식사하세요. 너무 피곤해요. 조금만 더 잘게요. В этом задании нам нужно выбрать правильный рисунок, который по смыслу подходит к диалогу. Давайте для этого сначала переведем диалог на русский язык. 일어나서 식사하세요. Вставайте и покушайте. 너무 피곤해요. Я очень устал. 조금 더 잘게요. Посплю еще немного. Итак, женщина говорит, вставайте и покушайте. Это означает то, что на нашем правильном рисунке мужчина должен лежать. Если мы посмотрим на четыре рисунка, то на номере два мужчина лежит. И дальше мужчина говорит, 너무 피곤해요. Я устал. Я еще немножко посплю. Это означает, что мужчина остается лежать. И это рисунок номер два. Чунгдаб, правильный ответ, 2번. 16번. Давайте переведем на русский язык. Итак, девушка говорит, что она хочет научиться играть на гитаре. Это означает, что, скорее всего, у девушки в руках должна быть гитара. Если мы посмотрим на рисунок один и на рисунок три, то у девушки там есть гитара. Дальше мужчина отвечает, да, тогда сядьте сюда, пожалуйста. То есть он должен указывать на то место, где можно сесть. Значит, там должен быть стул. Если мы посмотрим на рисунок три, как раз на нем у девушки есть гитара, а мужчина показывает на стул. Чунгдаб. Наш правильный ответ номер три. В этом задании нужно ответить на вопросы к тексту. Давайте для этого переведем сначала текст на русский язык. Уривеза цияйнын. У нас в офисе на нижнем этаже. Ундонганэнпанг. Комната для занятий спортом. Чек ингнэнпанг. Комната для чтения. Натчамэльцанэнпанг. Комната, где можно поспать. Ягянэнпангий и сымнита. И комната для разговоров есть. Получается, у нас в офисе на нижнем этаже есть комната для занятий спортом. Комната для чтения. Комната, где можно поспать днем. И комната для разговоров. И 방들은, эти комнаты, 점심시간에만 문을 엽니다. Открыты только во время обеда. Уривеза 사람들은 работникам нашего офиса 이곳을 좋아합니다. Эти комнаты нравятся. И 방에 가고 싶은 사람들은 기역, 바로 지하로 갑니다. Люди, которые хотят пойти в эти комнаты, 기역, сразу идут на нижний этаж. После того, как покушают, в короткий период времени. Да, потому что можно делать все, что хочешь. Или потому что после того, как покушают, в короткий период времени, или можно перевести как в оставшееся от обеда время, можно делать все, что хочешь. Давайте посмотрим для начала на лексику этого текста. Итак, циха. Циха переводится как подвал. Но в корейских зданиях очень часто нижние этажи, то есть циха, подвалы, используются как жилые помещения. Поэтому в этом случае лучше перевести как нижний этаж. Или комната на уровне земли. Также в корейском языке есть такое слово, как пандзиха. Это означает, что комната наполовину на уровне первого этажа, а половина уходит или как бы на уровне земли, то есть уходит под землю. Такие комнаты тоже жилые. Часто они бывают на самом нижнем этаже, и поэтому их лучше переводить так же, нижний этаж. Также есть такое выражение, как пабль мог нэнда. А есть такое выражение, как сиксары ханда. По-русски переводится одинаково, кушать. Но сикса это более вежливое слово. Обычно употребляется в формальной речи, либо когда мы говорим о человеке намного старше нас. Теперь давайте перейдем к заданию. В этом задании нам нужно из четырех вариантов выбрать правильный вариант, который подошел бы ко смыслу предложению и закончил бы его. Предложение было таким. И па не ка госи пын сарам дырын киёк пару циару камнида. Люди, которые хотят пойти в эти комнаты, киёк, сразу идут на нижний этаж. Итак, здесь должно быть выражение, которое характеризует, какие люди или после какого действия они идут на нижний этаж. Давайте посмотрим на четыре варианта ответов. Итак, это предложение у нас люди, которые хотят пойти в эти комнаты, сразу идут на нижний этаж. Помните, в тексте говорилось, что эти комнаты открыты во время обеда. То есть люди, которые хотят попасть в эти комнаты, должны покушать, а потом пойти на нижний этаж. Чонгдап. Это и есть как раз номер четыре. Наш правильный ответ. Пабыль мокку кушают и. И получается такое предложение. И па не ка госи пын сарам дырын пабыль мокку пару циару камнида. Люди, которые хотят пойти в эти комнаты, кушают и сразу идут на нижний этаж. Второе задание к этому тексту, это нужно найти правильный ответ, а именно предложение, которое подходит по смыслу к тексту. Для этого, для начала, давайте определим ключевые слова. Ключевые слова будут такими. В офисе на нижнем этаже. Комната для занятий спортом. Комната для чтения. Комната, где можно поспать днем. Комната для разговоров. Чомсим си ганэ ман. То есть эти комнаты только во время обеда. Сарам дырын чоам нида. Людям, или в нашем случае в этом тексте были работникам, эти комнаты нравятся. Пабыль мокку кушают и. Циару камнида. Идут на нижний этаж. Почему они туда идут? Потому что могут там делать то, что хотят. Теперь давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. Столовая нашего офиса находится на нижнем этаже. Номер 2. В нашем офисе нельзя спать днем. Номер 3. В нашем офисе пользуются спросом комнаты на нижнем этаже. Номер 4. Уривеза 사람들은 저녁에 지하에서 운동합니다. Работники нашего офиса занимаются спортом вечером на нижнем этаже. Из ключевых слов мы помним, что комнаты открыты только во время обеда. Значит, занимаются ли там вечером спортом, мы не знаем. Также в этих комнатах можно спать. Там есть комната для сна. Поэтому номер 2 неверный. И также столовая находится на нижнем этаже. В тексте не было сказано, где находится столовая. Чонгдап. Значит, правильный ответ номер 3. Уривеза 지하에 있는 방은 인ки 많습니다. В нашем офисе пользуются спросом комнаты на нижнем этаже. Давайте переведем на русский язык. 저는 목소리가 아주 큽니다. У меня громкий голос. 작게 말하려고 하지만, я пытаюсь говорить 지ше 너. 제 목소리는 мой голос. так как моя бабушка 기억. 그래서, поэтому, 저는 시간이 날 때 마다. Я, как появляется время, 할머니 댁에 가서. иду к бабушке домой и... и читаю ей книги и газеты. Давайте посмотрим на лексику текста. Итак, 목소리가 кыда. 목소리 голос. кыда означает большой, но на русский язык мы переводим как громкий голос. 목소리가 тякта. 목소리가 голос. тякта маленький, но по-русски мы переводим как тихий голос. сирогада переводится как ненавидеть, но часто на русский язык в тексте мы переводим просто как ненравится. Также было слово тэк. Тэк это тип, дом. Переводится одинаково, но когда мы говорим о друге или подруге, мы можем сказать цингуе тип. Но когда мы говорим о доме человека, который старше нас, который там живет, или учитель, или это человек, которого мы уважаем, то нужно сказать тэк. Переводится как дом, но различие в том, насколько мы уважаем человека или насколько это официальный язык. Давайте теперь немножко посмотрим на грамматику. У нас была такая грамматика тэмада. Эль тэмада. Переводится как каждый раз как, либо когда что-то происходит, и можно дальше дополнить предложение, когда я что-то делаю. Допустим, каждый раз, когда идет дождь. И дальше мы дополняем, я делаю, допустим, то-то, то-то. Пью чай. Теперь давайте посмотрим, как это будет звучать на корейском языке. Итак, каждый раз. Тэмада. Идет дождь. Пига, ода. Прибавляем глаголу, ода, эль, и получается пига, оль. Каждый раз тэмада. Пига, оль, тэмада. Получается, каждый раз, когда идет дождь. Или каждый раз, когда я читаю книгу, либо можно сказать, когда я читаю книгу. Допустим, я успокаиваюсь. Теперь давайте посмотрим. Книга. Тэг. Читать. Илькта. И каждый раз, либо когда. Тэмада. Получается, тэгэль, ильгэль, тэмада. Когда я читаю книгу. Либо каждый раз, когда я читаю книгу. В этом задании нам нужно закончить предложение. Предложение было таким. Хальмонига киок тэму ним ни да. Так как моя бабушка и киок. Это предложение короткое, поэтому давайте сразу же посмотрим на предыдущее предложение. Оно было таким. Круэна ури хальмонига киок тэму ним ни да. Но моей бабушке мой голос очень нравится. Так как моя бабушка. И дальше нужно по смыслу выбрать правильный ответ. Давайте посмотрим на четыре варианта. Номер один. Мальсымэ чар ана си ги. Мало говорит. Номер два. Тэнынгосэ чуаха си ги. Нравится слушать. Номер три. Мальсыма нынгосэ чуаха си ги. Нравится говорить. Номер четыре. Чагэн сурирэ чаль буттыры си ги. Не слышит тихие звуки. Итак, бабушке нравится громкий голос. Почему? По смыслу нам подходит. Чонгдаб. Номер четыре. Так как она не слышит тихие звуки. И у нас получается такое предложение. Хальмонига чагэн сурирэ чаль буттыры си ги. Тэму ним ни да. Так как моя бабушка не слышит тихие звуки. Чтобы выбрать правильный по смыслу вариант ответа, давайте сначала выделим ключевые слова. Ключевые слова в этом тексте будут такими. Чо нэн боксори кым ни да. У меня громкий голос. Сарамдэри чэ боксорирэ сирам ни да. Многим людям мой голос не нравится. Курона но. Хальмоний, бабушка чуахи ни да. Нравится. Ей нравится мой голос. Почему? Чагэн сурирэ чаль буттыры си ги тэму ним ни да. Так как бабушка не слышит тихие звуки. И дальше. Чо нэн я хальмоний тэг. Бабушке домой ка со иду и чекуа синмунэр льго ты рим ни да. И читаю ей книги и газеты. Теперь давайте посмотрим на четыре варианта ответов. Номер один. Чо нэн хальмоний ва качи сальгу и сым ни да. Я живу с бабушкой. Мы знаем, что это неверно, потому что этот человек ходит к бабушке по ключевому слову, тогда, когда у него есть время. Номер два. Че боксорирэ чуа нэн сарам дэ риман си мни да. Многим людям нравится мой голос. Тоже неверный ответ, потому что ключевое слово было не нравится голос. Номер три. Уре хальмоний нэн кын боксорирэ чуа хасим ни да. Моей бабушке нравится громкий голос. Это так и есть, бабушка плохо слышит, поэтому ей нравится громкий голос. Номер четыре. Сарам дэ рэн путонг че боксорирэ чай му тэ цим ни да. Люди обычно плохо слушают мой голос, что означает, что они плохо слышат голос. Это неправда. У человека громкий голос, и людям он просто не нравится. Чонг даб, значит, правильный ответ номер три. Уре хальмоний нэн кын моксорирэ чуа хасим ни да. Давайте переведём на русский язык. Ури 동네 нэн уусым кыкчан и сэм ни да. В нашем районе есть театр смеха. Чонг нэн хим дэль тэ ма да, каждый раз, когда мне тяжело, и кыкчан гэ гам ни да. Я иду в этот театр. Если мы видим тэ му ни мни да, переводим с конца предложения. Получается, потому что если туда пойти, что можно сделать? Тэ ми нэн куньон эль поль су. Можно увидеть интересное представление. Кын де но, и кыкчан гэн, этот театр, дырокаль тэ, когда заходишь, тунэль нэй дэй дэй анку, не платишь, нагаль тэ, тунэль нэм ни да, а платишь тэгда, когда выходишь. И кыкчан гэн нэн камера дэй и сэсо, в этом театре стоят камеры и, сарамдэле унын мусыбы тэксэм ни да, снимают, как люди смеются. Кыгээ ма ни усымён, если смеёшься громко и мно га, тунэль чокке нэй гу, то платишь ма ла. Чокке усымён, если смеёшься ма ла, тунэль ма ни нэм ни да, то платишь мно га. Киёк. Сарамдэрээл люди игосэсо ма ни усырёго амнита, пытаются мно га смеяться. Давайте закончим предложение из четырёх вариантов. У нас было предложение таким. Киёк. Сарамдэрээн игосэсо ма ни усырёго амнита. Киёк. Люди там пытаются много смеяться. Но давайте посмотрим также на предыдущее предложение, чтобы понять смысл. Предыдущее предложение было таким. Кыгэ ма ни усымён, тунэль чокке нэй гу, если смеёшься громко и мно га, то платишь ма ла. Чокке усымён, тунэль ма ни нэм ни да, если смеёшься ма ла, то платишь мно га. И дальше было предложение киёк. Люди там пытаются много смеяться. То есть у нас два предложения и их нужно связать. Давайте посмотрим на четыре варианта ответов. В наших двух предложениях есть такой смысл, что если смеёшься мало, платишь много, если смеёшься много, то платишь мало. И дальше предложение люди пытаются много смеяться, то есть люди пытаются много смеяться, чтобы мало заплатить. То есть это предложение объясняет предыдущее предложение, значит связывается с словом поэтому. Чонгдап. Правильный ответ номер четыре. Кырэсо. Поэтому. И наше предложение будет звучать так. Кырэсо. Сарамдырын и ку-сэ-со-бани усырёго амнида. Поэтому люди там пытаются много смеяться. Чтобы ответить на следующее задание, давайте выделим ключевые слова. Итак, ключевые слова текста будут такими. Уритунгнэ. Нашем районе. Усым кыгчанг. Исымнида. Есть театр смеха. Химдэль тэ. Когда тяжело. Амнида. Иду. То есть я иду туда в театр. Чээминэн кумнём польсу икки. Так как можно увидеть интересное представление. Нагаль тэ. Тунэльнэмнида. Платишь тогда, когда выходишь. Камерадыри уннэн мусыбльчиксэмнида. Камеры снимают, как люди смеются. Манни усымён тунэль чубкиныку. Если смеёшься громко и много, то платишь мало. И наоборот. Сарамдэль манни усырёгамнида. Люди пытаются много смеяться. Итак, давайте посмотрим на четыре варианта ответов. Номер один. Чё нэн усым кыгчангэса куньёнэль чубьямнида. Я готовлю представление в театре смеха. Это не так. Человек туда ходит тогда, когда ему тяжело. Номер два. Чё нэн кибу не чоу меон усым кыгчангэкамнида. Когда у меня хорошее настроение, я иду в театр смеха. Это тоже не так. Когда человеку тяжело, он идёт в театр смеха. Номер три. Усым кыгчангэсё нэн сарамдэре садзинэль чиксэмнида. В театре смеха фотографируют людей. Но давайте ещё посмотрим на номер четыре. Номер четыре. Усым кыгчангэсё нэн сарамдэре ге тунэль патзинэн сэмнида. В театре смеха не берут деньги с людей. Но это не так. Деньги берут, но тогда, когда люди выходят. Значит, правильный ответ. Чонгдап номер три. Усым кыгчангэсё нэн сарамдэре садзинэль чиксэмнида. В театре смеха фотографируют людей. Сегодня на лекции аудирования мы с вами смогли продолжить диалог, выбрав правильный ответ из примеров, и также потренировались, как определить правильный рисунок к диалогу. Чтобы определить правильный рисунок, нужно определить, какие детали диалога нам указывают на верный рисунок. Сегодня на лекции чтения мы попрактиковались в переводе текстов и в ответах на вопросы к тексту, включая дополнение предложения в тексте верным вариантом. Чтобы все задания выполнить правильно, нужно понимать смысл текста, ища ключевые слова. Ключевые слова помогают запомнить порядок рассказов в тексте и главный смысл. Спасибо и всего вам хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok